Апелляционный суд Гаги обязал Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. Эту компенсацию еще в 2014 году присудил третейский суд в Гаге. В решении указывалось, что Россия фактически экспроприировала компанию у ее законных владельцев. По версии суда, власти страны специально добивались банкротства компании, чтобы получить ее активы и убрать главу ЮКОСа Михаила Ходорковского из политики. В 2016 году это решение было успешно обжаловано России, а теперь вот вернулось к статус-кво. Сейчас России грозят аресты зарубежного имущества. Представитель страны в суде заявил, что дело будет обжаловано в Верховном суде Нидерландов. В поселке Нырабе Пермского края освободившийся из колонии осужденный Свич обратился в поликлинику, чтобы получить лекарство, но его не приняли со словами «Вы нас всех перезаражаете». Мужчина принимает высокоактивную антивирусную терапию, которую ему назначили пожизненно, а лекарство нужно получать каждые две недели. «Мы отвели его в местную поликлинику, узнать, как получать препараты для терапии от ВИЧ по месту временного проживания», — рассказала член общественной наблюдательной комиссии Анна Каргопольцева. «Услышав вопрос, терапевт с криками «Немедленно отойдите от стола, у нас таких нет, вы тут сейчас всех перезаражаете», — убежала в регистратуру. Из регистратуры на весь коридор она кричала. «Это Каргопольцева с мужем наверняка сами с ПИДом болеют, раз с такими работают. Вот ее медкарта, надо посмотреть. А этот пускай быстрее умрет». Невежество, как оно есть. Путинский прорыв. Счастливые россияне уже могут собирать валежник, а скоро им разрешат собирать водоросли. Пока Владимир Путин без устри рассказывает, что уровень жизни населения неуклонно растет, в России идет общественная дискуссия на тему того, разрешить ли жителям по море собирать водоросли, выброшенные штормом. С таким прорывным предложением выступило Министерство сельского хозяйства и Росрыболовство. Окончательное решение, однако, пока не принято. Нельзя не отметить, что эта инициатива отлично вписывается в общий тренд предложений правительства. Напомню, что в апреле прошлого года ЗАГС Собрания Средловской области разрешила жителям региона собирать мох, лесную постилку, камыш и тростник для личных нужд. Ранее Государственная Дума также великодушно разрешила всем россиянам собирать в лесу валежник без ограничений. Все эти нововведения как нельзя лучше подводят итог 20 лет путинского управления. Пока президент, по мнению кремлевских пропагандистов, поднимает Россию с колен и уже готов совершить очередной прорыв, 21 миллион россиян живет за чертой бедности. Доходы населения падают шестой год подряд. А чтобы выжить, люди вынуждены собирать водоросли и валежник. Российские ученые и академики выступили в поддержку фигуранта московского дела Андрея Баршая. Андрей Баршай, 21 год, студент, вину не признал. У Баршая хроническое заболевание почек, пиелонефрит. До ареста молодой человек учился на третьем курсе Московского авиационного университета. Помимо этого, на волонтерских началах преподавал физико-математической школе МАИ. Баршая был одним из подписантов открытого письма студентов вуза за освобождение политзаключенных и против московского дела. Следствие считает, что Андрей во время акции 27 июля с разбега толкнул в спину росгвардейца. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. На суде по мере пресечения он заявил, что невиновен. 16 октября суд отправил Баршая в СИЗО, где на него оказывают давление сокамерники, призывая заключить сделку со следствием. Андрей Баршая мечтал, и мы надеемся, он до сих пор мечтает, связать свою судьбу с наукой. Мы, российские ученые, считаем, что такие молодые люди необходимы стране. Их нужно учить и беречь, а не запугивать и сажать. Сказано в обращении. Письмо подписало более ста академиков, студентов, аспирантов и профессоров российских и зарубежных вузов. Тем временем в Мещанском районном суде Москвы продолжается рассмотрение дела Андрея. Прокурор требует три с половиной года колонии. Очевидно, что кроме студентов больше некем заняться. Всех бандитов уже переловили. Будем следить за развитием событий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok